Доброе утро! Вы перевести Магнитогорск в студии Галина Кочерова. Более трех миллиардов рублей поступили из федерального бюджета в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Деньги будут направлены на укрепление материально-технической базы медучреждений. 130 миллионов рублей получит Магнитогорск. Напомню, в рамках программы модернизации здравоохранения в различных районах области отремонтируют 67 лечебно-префилактических учреждений. Всего на эти цели в этом году область рассчитывает получить еще 3 миллиарда рублей. На площади перед городской администрацией накануне состоялся традиционный развод гарнизона полиции. Около 200 представителей участковой, дорожно-патрульной и постовой служб получили благодарность за организацию парада, посвященного победе в Великой Отечественной войне. Поставили перед будущими полицейскими и задачи на ближайший месяц. В городе отмечается рост имущественных преступлений. Были прежде всего поставлены задачи на раскрытие преступлений, в частности уличных преступлений, а также преступления, совершаемых в общественных местах города Магнитогорска. Прежде всего это связано с кражами, конечно. Этот досмотр будет проводиться граждан на предмет выявления краденых вещей. Что касается будущего самих полицейских, пока никаких изменений не произошло. Заканчивается первый этап переаттестации высших должностных руководителей МВД России. Экзамены для рядовых сотрудников должны завершиться до 1 августа. Председатель совета директоров Виктор Рашников подписал приказ о трудоустройстве выпускников Магнитогорского политехнического колледжа. Металлургические комбинаты, его дочерние предприятия примут около 200 квалифицированных кадров. Напомню, планы трудоустройства выпускников, структурные подразделения комбината утверждаются ежегодно. Также ММК составляет плановую заявку на подготовку рабочих кадров в политехническом колледже. В новом учебном году по заявке комбината начнут обучение 630 будущих рабочих магнитки. В Магнитогорске приступили к проверке летних кафе. Сотрудники администрации и муниципальных служб проверят состояние всех открытых террас и укажут предпринимателям на недостатки. Пока есть время и возможность исправить, за нарушения решили не штрафовать. Замечания Роспотребнадзора минимальны. Привести в порядок рабочую зону, проверить документацию. Свои требования и у специалистов пожарного надзора. В летних кафе нужно очень хорошо следить за огнетушителями. Это основная проблема всех кафе. Они должны быть подучетны, следить за тем, просрочены или нет. Так как огнетушители нужно перезаряжать каждый раз в 5 лет. К мелким нарушениям в летниках отнеслись лояльно. Серьезные проверки начнутся в июле. На Южном Урале стартовал конкурс на звание лучшего детсада области. Постановление о проведении конкурса подписал губернатор Челябинской области Михаил Юревич. 15 июля конкурсная комиссия Министерства образования и науки Челябинской области выберет 9 финалистов по 3 дошкольных образовательных учреждения в малых, крупных городах и сельских поселениях. После этого жюри будет выезжать в эти детские сады и оценивать их работу. Победители получат по 100 тысяч рублей. Далее информация о Центральной диспетчерской службе. С 8 до 22 не будет горячей воды по проспекту Ленина и в домах по улице Ленинградской. С 13 до 16 планируется включение электроэнергии по улице Комсомольской, в ряде домов по Суворово и Уральской. О том, какая погода нас ждет сегодня, через несколько секунд я же с вами прощаюсь и добрых вестей. В Пешампинозе сегодня воздух прогреется до 25 градусов. В Китильском ожидается 22-24 выше нуля. В Верхнерайске до 23 градусов тепла. И в Магнитогорске возможно гроза днем 23-25 выше нуля. Магнитогорске Магнитогорске Магнитогорске